Прошло целых 8 месяцев спустя моего последнего видеоролика про официальные шейдеры Minecraft Bedrock. И что же Mojang за это время сделали? Что же случилось с нашими шейдерами? Ну, во-первых, спустя 8 месяцев функция отложенного рендеринга всё ещё находится в предварительной версии Minecraft Bedrock. Поэтому в неё только можно поиграть и вообще опробовать шейдеры в предварительной версии. А во-вторых, разработчики исправили кучу ошибок, каких-то непонятных багов и также добавили, конечно же, новые функции в отложенный рендеринг. А все глобальные изменения вы сейчас видите на экране. Это самое глобальное изменение рендеринга за 8 месяцев, кажется. Также куча фиксов всяких багов, но это понятно. Давайте уже перейдём к самим шейдерам. А есть пару разработчиков, которые их активно разрабатывают, а именно это вот этот шейдер. Ogi Luminous Dreams Graphic Pack, версия 0.4.0.5. Короче, у меня какая-то старая версия. Если вы пойдёте в описание и скачаете оттуда, у вас будет новая версия этого шейдера, потому что разработчики его стараются, разрабатывают. Если мы нажмём вот сюда на шестерёнки, мы можем заметить, что у меня стоит дефолт. Это то есть дефолтные эти шейдеры, ну а также есть какой-то Tony Mapper Color Grading Edit версия 2. На это мы потом посмотрим. Сейчас у меня дефолт версия. Ну и давайте же, как их включить, эти шейдеры. Они так просто у вас не включатся, для этого вы должны создать мир. И вот тут в экспериментах главная штука. Отображение характеристики дракона для авторов. А конвейер, отложенный рендеринг. Мы его включаем, вот, всё равно включаем и создаём мир. Теперь у нас шейдеры заработают. Ну вот и самое сложное позади. Осталось только понять, на какую кнопку нажимать, чтобы их включать. Во-первых, вы можете их включить отсюда. Просто переключаем на отложенный технический просмотр. Раз, и у нас включаются эти шейдеры. Ну а у меня есть тут клавиша. Она, наверное, у всех. Это у меня двоеточие снизу P. Снизу буковки P я нажимаю и вот так вот выключаю. Это я отвечаю на какой-то комментарий, который говорил, как, что это за волшебная кнопка, которая включает и выключает шейдеры. А вот и сами шейдеры. Что вы понимали, у меня сейчас 72 FPS. Как 8 месяцев назад в том ролике, в моём последнем, у меня было 60 FPS, либо сколько? 40, видите, то есть всё работает, оптимизация работает. Конечно, вы тут подумали, что у меня что-то не так с текстурами и почему всё такое странное. А это у меня стоят настройки самого шейдера. Да, у него есть настройки. То есть вот мы его включили и отложенные настройки графики. У меня всё встаёт среднее. То есть все настройки средние, кроме теней. Тени я выставил на очень высоко. И с такими настройками у меня стабильно 72 FPS, при том, что у меня не самый слабый компьютер. И вот как-то вот так он выглядит, этот шейдер. И честно сказать, вот самое интересное, это исправили ли эти баги. Для этого мы заходим в спектатор мод и смотрим. Да, они исправили в шахте. Вот в шахте какая-то фигня была. Вот, ой, что это такое? Вот типа вот такой. Вот видите, как-то вот лучи просачиваются странно. А вот здесь вообще как-то было странно. Это я говорю про те шейдеры, которые 8 месяцев назад были. А сейчас, вы посмотрите, всё стало идеально. Мне офигеть как повезло. Посмотрите, что это? Это вот эти вот новые комнаты. Давайте посмотрим, кстати, как они выглядят в этом какого-то креативе. Вот, я сейчас включу. И вот, посмотрите, ошалеть. Это вот эти новые комнаты. А как их называют? Ну, вы поняли, короче, из нового обновления. Правда, тут какие-то баги встречаются. Но ничего страшного. Блин, как же с шейдерами круто это выглядит. Посмотрите на это освещение. Тут какие-то ключи. Ну, короче, мы не будем сейчас смотреть на вот этот данж. Давайте вылетим отсюда. Но вот этот новый данж выглядит с этими шейдерами вот так. Как, как, вот так вот сделаю, чтобы было лучше видно. Ё-моё, мне это нравится. Посмотрите на это освещение. Заодно, как видим, этого бага нет. И да, они исправляют баги. Они работают всё-таки над шейдерами. Всё в порядке, друзья, успокоились. Они... Вау! Вот ты... Офигеть! Это, это... Я даже в джаве таких шейдеров не видел. Окей, в джаве есть и получше. Но вот это вот на бедроке, вы представляете? Это шо вообще такое? Да, конечно, у меня под водой 40 фпс. Ну, ладно, окей. Короче, короче, шо такое, шо такое? Давайте смотреть на ночь. Вот, мы делаем время. Бам! Офигеть! Вот это я понимаю. Я в каком-то странном биоме появился. Это Меса. Надо бы в какой-то лесной биом полететь. Офигеть! Вы посмотрите на это. Вот это типа закат. А я хочу на закат посмотреть. Вот, закат. Я его нажимаю. И смотрим где-то отсюда. Посмотрите, всё, всё такое вот оранжевое, как закат. Ну, конечно, слишком ли не темно. Вот, видишь, что я скажу. Вот там какая-то непонятная буря опять надвигается. Ну, я надеюсь, вот это вот они пофиксят. Потому что, ну, шо это такое? Шо это за круги? Ё-моё, как будто бы радиация какая-то, да? Непонятная. Вот это лесной биом. Мы сейчас тут... Что ты такое? Это новые скины для собак? Вы как этого... Что, блин? Это... Я не знаю, как они это сделали. Ну, окей. Это... Это я хотел посмотреть, есть ли тут лучи. Потому что, ну, может быть, они их добавили. Просто я этого не знаю. Ну, короче, лучи, чтобы вы понимали, сквозь листья, которые пробиваются. И это красиво должно быть выглядеть. Ну, может быть, если я поставлю максимальные настройки, у меня полностью сгорит компьютер. Ну, давайте посмотрим. Вот, очень высоко. Очень высоко. Тут увеличение. Вот это очень высоко. Ну, всё, у меня уже летает. Летает, всё, улетает. Нет! Ноль FPS просто. Ну, ладно, стало покрасивее, но с ним невозможно играть. С этими настройками просто невозможно играть. Давайте сделаем заново всё среднее. Вот, теперь можно играть. Это средние настройки, невысокие. Так, что-то я включил. Почему стало так как-то, знаете, размылено? Это увеличение. Я включил какое-то увеличение. Это освещение какое-то. Ну, типа, стало намного лучше, как будто бы, да? В принципе, вот что я хотел ещё? Посмотрите, это, во-первых, на мой скин. Да, вот этот баг надо бы им исправить, потому что что с моим скином вообще происходит? А также я хотел сделать ночь. Вот, видите, ночь. Офигенная луна. Офигенное освещение. Мне это просто нравится. Так, я на Q нажимаю. Хочу открыть инвентарь с помощью буковки Q. Зачем я это делаю, не понимаю. Так, вот так вот, вот так. Вот, вот, видите? Видите, о чём я и говорил? Освещение. Посмотрите, это вот это PBR текстуры. То есть, они, видите, как будто бы выпирают. Вот, мне это тоже нравится. Чтоб вы понимали, без шейдеров это выглядит вот так. Ну, то есть, интересно, да? Интересно, вот такой, знаете, контраст с шейдером и без шейдера. Окей, давайте теперь посмотрим, что у нас там. Какой-то Color Map есть в этих шейдеров. Теперь мы включили какой-то тонер маппер из этого шейдера. Я не знаю, что он делает, но, типа, это какое-то лучшее освещение. Что-то типа того. Вот, видите, у меня 144 FPS. С шейдером у меня в один раз меньше, в два раза меньше. Ну, короче. А, что-то изменилось. Да, смотрите, появился туман. Или, кажется, да. Ё-моё. Ну, короче, если у вас есть RTX видеокарта, вы можете играть не с RTX, а можете играть с этим шейдером, и у вас будет просто летать он. Ну, не знаю, насчёт FPS, но, короче, много будет FPS. Как видим, это самая новая версия. Здесь есть вот новые собаки, новые там нюхачи и все дела. Возможно, тени стали помягче. Ну, туман явно появился. Вы посмотрите. Вот если я сюда встану, видите, то есть туман какой-то летает. Вот это прикольно. Конечно же, я возьму Obsidian. Я возьму ещё какой-нибудь вот такой блок. Возьму наковальню, потому что, ну, наковальня сделана из железа. Ну, возьму из самого железа, поставлю Obsidian вообще какой-то кайфовый. Посмотрите на него. Это, это, шо, как это? Это вообще невозможно. Что это? Ну, и наковальня тоже прикольно. А если поставить факел, факел будет отражаться. Ну, вот видите, это те самые шейдеры, которые 8 месяцев назад у меня были. Но, видите, они, то есть, изменились. То есть, новый появился создатель шейдеров. И, во-первых, отложенный рендеринг они поменяли и стал намного красивее. Вот видите, какой-то туман в пустыне. Ничего себе, туман в пустыне. Вы посмотрите, да. То есть, туман какой-то добавляет. А если под воду? Вау, под водой вообще офигенно. Ну-ка, фонарь какой-нибудь поставим. Да, под водой ещё красивей. Но что? У меня в два раза FPS поднялся. Это как? 90-100 FPS. Под водой у меня... У меня 140 FPS под водой. Это как? Слушайте, если вы хотите повыживать с этим шейдером, и у вас мало FPS, залазите под воду, короче. Под водой у вас в два раза FPS поднимается, чтобы вы понимали. То есть, смотрите, 100 FPS, выбирая 140 FPS, выбирая снаружи, у меня FPS в два раза падает. Офигеть. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите лайк, подпишитесь. Что насчёт шейдера, какие выводы я могу сделать? Да, шейдер офигенный, вот этот от этого разработчика. Также, что я хочу сказать насчёт самого рендера. Вот эти шейдеры, функция шейдеров. Исправили баги. Да, я не знаю, вот я не знаю, не помню, что я говорил в том ролике, когда их выпустят официально. Уже релиз будут шейдеров. Но прошло целых 8 месяцев, и, к сожалению, релиза нет. Ну, наверное, они ещё будут год делать эти шейдеры. Где-то год. Но чтоб они на телефоне запускались, знаете, это же версия изначально для телефонов делалась, правильно? То есть, друзья, вся вот эта задержка только из-за того, что телефоны там, PlayStation, там, Nintendo какое-нибудь, ещё что-то. Слабые устройства, для них оптимизация идёт просто невероятная. И вот, честно сказать, мне нравится то, что они вот как-то пытаются на телефоны, потому что на телефонов, чтобы вы понимали, шейдеров нормальных нет. Да и, ну, типа, они слабые телефоны сами по себе, и шейдеры не вывозят. Поэтому, ну, оптимизация, вот как с RTX играешь на телефоне, представляете, это офигеть. Ну и всем пока!